Двенадцать кинооператоров, которые работали и выжили на войне, в июне 45-го года снимали долгожданное событие – парад победы на Красной площади. И в их объективы попали лица тысячи тысяч счастливых солдат, которые и отвоевали для нас эту победу. И один из этих героев сегодня у нашей студии – Иван Иванович Селіфонов, герой Радянского Союза, учасник параду «Перемоги» 45-го года. Иван Иванович, доброго ранку, с Днем Перемоги, мы дякуем, что вы сегодня с нами. Доброе утро, с Днем Победы вас. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо великое. Иван Иванович, а вы помните этот момент, когда вам запропонировали стать учасником парада? Что вы чувствовали, как это было? Где-то к 20 мая, ну, через 10 дней, меня вызывают на командный пункт полка. Начальник штаба Крештопович говорит, собирайся вместе с летчиком 2-й эскадрильи Николаем Беспаловым, поедете в Дрезден, там сформируется сводный полк 1-го Украинского фронта для участия в Параде Победы. Ну, представляете, какое впечатление? Молодой парень, ну... Сколько вам было лет тогда? Война закончилась... 22. 22. В 20 лет я по Сталинградам включился в бои. В 20 лет после окончания Сталинградского училища. Ну, тут, конечно, радость. Мы, недолго думая, собираемся, едем в Дрезден, там формируется сводный полк, включаемся в этот боевой расчет, на стадионе там проводится тренировка, несколько. Приезжает командующий, 1-й Украинский фронтом маршал Советского Союза, Конев Иван Степанович, обращается к нам, к участникам этого парада, не требует, а просит. Понимаете, я вот обратил внимание, и действительно это сохранилось. Он просил нас, будьте добры, подготовьтесь достойно, красиво, чтобы все это было выполнено на Параде Победы. Переехали в Москву, в специальный эшелон. Там, в Лефортово, в одном из военных академий расположились на базировании. Использовали их стадион, тренировки. Мы договариваемся между собой. Ребята, давайте четкое равнение, твердый шаг, выше голову, и при прохождении трибуны обязательно улыбка. Говорю, давайте так будем демонстрировать между собой, договариваемся. Все. На следующей тренировке мы демонстрируем свой замысел. А руководил подготовкой зам командующего учебской армии генерал Бакланов. Честно скажу, красавец мужчина. Мы его быстро окрестили не Бакланов, а генерал Багратион со времен 1812 года. Проходим четкое равнение, все, улыбка, все. Он по громкоговорящей связи объявляет батальону летчиков перекур, остальным еще два захода. 24 июня в 10 часам мы все выстроились на Красной площади. Каждый полк, ну, наш батальон летчиков, все, потому что состоял из 1-го Украинского фронта. И стрелки часов подходят к десяти. На площадь из здания исторического музея выезжает маршал Советского Союза Рокоссовский на вороном коне. Он командующий. И через минуту из ворот с Пасской башни Кремля выезжает Жуков маршал. Он принимающий парад. Они сближаются на уровне трибун, остановка. Ну, я вам скажу, впечатление, когда на конях маршалы военные идут. Ну, красивая картина. Волновались больше, чем в бою. Это не то, что на машинах сейчас подъехали, а на лошадях горцуют все. Да, Рокоссовский доложил ему, что парадный расчет готов к параду. Все. Он принял наклад, разворачивается, он сопровождает ее, и они обезжают. И там спешились и выходят на трибуну. Ну, Жуков, конечно, был на верху, на трибуне. И что характерно? Вот я передаю свои чувства, как летчика. Ну, мы, конечно, не чувствовали, не слышали своих ног. Спасибо. Продолжение следует...